Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала, мы очень рады приветствовать вас снова и сегодня у нас на связи Евгений, это руководитель инвестиционного проекта в Германии, сегодня мы будем разговаривать об очень уникальной возможности покупка недвижимости в Германии, но покупка как полностью целого объекта, так и частичная покупка по метрам. Евгений, здравствуйте еще раз, расскажите, пожалуйста, о вашей компании и хочется узнать о вашем проекте более подробно. Ну, во-первых, добрый день всем подписчикам, рад всех приветствовать и для меня большая честь сегодня у вас выступать, спасибо за приглашение большое. Ну, немножко пару слов о нашей компании, это холдинг колярштейн, у нас много направлений, одно из направлений это недвижимость, где мы ее и закупаем, и обслуживаем эту недвижимость, когда продаем, ну, как и свою недвижимость, так же и когда продаем нашим инвесторам или нашим вкладчикам, которые покупают недвижимость для того, чтобы на этом делать бизнес. То есть, суть такова в Германии, для тех, кто живет в Германии, я сначала пару слов скажу. Здесь очень дешевая кредитная линия, то есть мы кредиты в банках можем получить значительно даже ниже 2% годовых, а в то время как недвижимость приносит более 5%, то когда человек покупает объект и берет все деньги в банке, то аренда хватает платить и все банковские, обслуживаются банковские обязательства, и платить все коммунальные. И даже у нас есть следующая фирма, это которая обслуживает все эти объекты, где мы даем 3 главных наших услуги, это гарантии аренды, гарантии аренды, мы следим за состоянием квартиры внутри, да, и мы ведем всю переписку с государством, со всеми службами, которые, ну, все, что необходимо делать хозяину квартиру или владельцу. Мы такую услугу предоставляем, у нас, как правило, из 50 квартир 49 покупаются именно с этой услуги, с этой услугой, да, потому что тогда люди покупают это готовый как бизнес. И если в таком раскладе человек, к примеру, покупает примерно две одинаковые по стоимости квартиры, держит, финансируя их через банк, держит их 12 лет, то через 12 лет, как правило, хватает одну продать, чтобы вторая осталась ему. За аренды, как правило, хватает полностью оплачивать весь люксус-пакет, то есть со всеми услугами, со всеми возможностями и финансированием. Но это для тех, кто живет в Германии, они могут получить большое финансирование, да? Можно вот небольшую заметочку, то есть для тех, кто живет в Германии, то есть вы имеете в виду, это не только немцы, да, то есть это люди, которые имеют ВНЖ, например, да, то есть это могут быть там граждане Российской Федерации с видом на жительство в Германии, правильно я понимаю? Да, то есть те, у которых есть возможность получить кредитную линию в банке, да, то есть это не обязательно граждане Германии, это те, кто живет в Германии, да, так же, как у нас есть клиенты, которые изначально покупали по квадратным метрам, к чему мы сейчас придем, потом первую квартиру, потом вторую, третью, четвертую, как правило, когда у них уже более пяти квартир, то у них уже начинается понимание бизнеса. И тогда люди даже из России, покупая так поэтапно, могут со временем получить и место, право на жительство в Германии, но я думаю, в этом вопросе вы больше можете людей проконсультировать, да, то есть это ваша механизм, наша задача предоставить недвижимость вашу, как может человек через этот механизм получить вид на жительство. Вот, и для многих иностранцев есть такое понимание, где люди поэтапно покупают, то есть они покупают по квадратному метру, ну, вплоть до того, что чуть ли не по квадратному сантиметру можно покупать объекты. То есть если квартира 60 квадратных метров, у нее есть примерная стоимость, то человек может покупать по квадратным сантиметрам или по квадратным метрам в зависимости от того, сколько денег, и таким образом накапливать себе квадратные метры. И накопив, к примеру, когда-то 50, 60, 70 квадратных метров, в зависимости от того, какой квартир они хотят сделать, то потом можно эти все квадратные метры с разных квартир, где он выкупал, собрать в одну, и на него будет переписана конкретная отдельная квартира, которая будет принадлежить только ему. А так им принадлежит квадратный метр. Притом каждый вкладчик, который деньги инвестирует свои в эти квадратные метры, покупает, первое, он заносится в домовую книгу, реестр, туда заносится каждый, и сколько у него квадратных метров именно от этой квартиры. Это является, к примеру, в Германии самая высоконадежная. Поэтому и банки позволяют себе такие дешевые проценты давать за кредит, потому что они знают 100%, что я ничего не смогу сделать с квартиры, пока с банком не рассчитаюсь. И это считается самым высоконадежным вариантом, когда человек заносится в кадастровый реестр, у нас это Грюнбух называется, и он является сразу совладельцем просто какой-то дольки. Вот из того, что вы говорите, то есть правильно ли я понимаю, что все эти квартиры, которые можно выкупить полностью или частично, они принадлежат компании какой-то? Да, в данный момент они все принадлежат нам, да. Да, да, то есть это как бы такой ваш проект, потому что, ну, чтобы люди не подумали, что можно, например, там зайти, например, на сайт, да, где продаются квартиры, и можно там покупать по метрам. То есть нет, это исключительно в данном инвестиционном проекте. Хорошо, это очень интересное предложение. Расскажите, пожалуйста, вот поэтапно, да, с чего нужно начать, да, на основе каких документов будет происходить сделка, да, скажем, если человек хочет начать, ну, скажем, с пяти или с десяти метров, он хочет попробовать, да, как это обычно люди, они, может быть, боятся рискнуть сразу какой-то крупной суммы, но они хотят посмотреть, как эта система работает, да, с чего им нужно начинать. Ну, механизм такой, ну, обычный механизм работает таким образом, они получают договор, на какую сумму они заполняют, на какую сумму они готовы инвестировать, да, от этого высчитывается сколько квадратных метров, и им потом предоставляется вот какую квартиру они будут инвестировать. То есть вот они не конкретно эту покупают квартиру, у них эта квартира является залогом, да, то есть, допустим, есть у нас там трехкомнатная квартира, у нее стоимость, допустим, восемьдесят тысяч, там, или, допустим, девяносто и шестьдесят квадратов, ну, я возьму образно, квадратный метр стоит полторы тысячи. Вот они покупают от этой квартиры, пока она не заполнится, они квадратные метры выкупают, если квартиру уже другие дольщики выкупили, то мы потом следующую квартиру предоставляем, следующую и следующую, и они выкупают в этой квартире три квадрата, в этой 5, в этой 5. Естественно, они в это время получают арендную плату свою, которую они выкупили в этом соотношении, какой им процент принадлежит. У них идет накопление. А в дальнейшем они так набирают, и, скажем, кто-то собирал себе 50 квадратов и хочет квартиру взять 50 квадратов. У нас, как правило, всегда около сотни квартир, которые можно конкретно выкупить полностью. Мы находим всегда находили для людей, желающих из этого выбора одну квартиру, допустим, подходящую в 50 квадратов. И тогда с этих залоговых всех квартир выписывается человек, и ему эта квартира переоформляется. Вот для этого ему нужно конечно попасть в Германию. То есть, чтобы произошла полностью нотариальная перезапись на него, на его лично, и он станет полностью единственным хозяином или единственным владельцем этой квартиры. Для этого элемента человеку нужно, конечно, приехать в Германию. Когда он будет перезапись из квадратных метров. Для записи в квадратный метр человеку не обязательно, достаточно договора, и дальше этот нотариус вносит каждого человека, кто покупает, в реестр, и получается такая, список, кому сколько квадратных метров от этой квартиры принадлежит. Хорошо, скажите, этот реестр, он вообще в открытом доступе? Можно, например, в интернете зайти, да, там ввести какие-то данные, да, чтобы посмотреть, ну, там... Нет, в Германии он не так, что я в интернете могу зайти и посмотреть, да, но мы будем делать, для каждой квартиры будет стоять список, да, просто там, к примеру, из-за закона о неразглашении данных. Будут стоять номера клиентов, да, каждый будет свой знать номер и будет стоять, сколько ему квадратных принадлежит. Каждый может тогда видеть, сколько ему, ну, где он в какой занесен, да, то есть имена, фамилия мы не можем, но это будет, на сайте можно будет посмотреть, когда человек начинает инвестировать, получит доступ к сайту, и в сайте будет стоять, вот эта квартира заложена, здесь такие-то клиенты с таким процентным отношением, здесь такие, здесь такие. Он будет по своему номеру видеть, где ему сколько чего принадлежит. Он будет другие номера видеть, но не будет видеть, кому. Ну, в формате закон такие. Хорошо, скажите, а получается, как бы, ну, вы, ваша компания осуществляется, да, вот эту непосредственно коммуникацию с нотариусом, который будет вносить, да, то есть для этого, скорее всего, нужна доверенность, наверное, да? Нет, доверенность какая? Выше вносить. Мы хозяева квартиры, и мы вносим человека. Да, она, мы вносим на основании, ну, наш, как сказать, наша квартира или наш объект, я могу вносить туда, кого хочу, я же себе хуже делаю, правильно? А основанием для этого у меня является договор с человеком, который говорит, я инвестирую там 5 квадратных метров, там, допустим, 7 с половиной тысяч евро, 5 квадратных метров хочу приобрести. Все хорошо, здесь стало, в принципе, все максимально понятно. Окей, а скажите, пожалуйста, вот, ну, назовем это, может быть, как сказать, парк ваших квартир, он планирует расширяться в дальнейшем, да, то есть в случае, если, например, все квартиры будут раскуплены, может ли такое быть? Не думаю. Не думаю. Если и будет, ну, скажем, огромный наплыв, где сразу все раскупят, во-первых, у нас не планируется, а он всегда расширяется, то есть мы практически еженедельно что-то докупаем, кто-то у нас из клиентов покупает, но они остаются под нашим контролем, так как мы обслуживаем эти квартиры. И это, как сказать, количество квартир мы постоянно следим за то, чтобы их увеличивалось, это количество квартир. То есть, ну, я думаю, что, конечно, все возможно будет, завтра придет 100 покупателей, сразу 100 квартир скупят, то, может быть, два месяца у нас или месяц-полтора-два не будет объектов. Ну, я думаю, что мы будем стараться следить за этим. Окей. Скажите, пожалуйста, вот примерно сколько нужно купить квадратных метров для того, чтобы иметь пассивный доход, скажем, в среднем, ну, 500 или 1000 евро. Вот я хочу, например, пассивный доход, ну, там, скажем, вот 500 евро хочу в месяц иметь. Сколько мне нужно купить метров? Смотрите, если квартира приносит в среднем, возьмем 5 процентов, то есть, или возьмем 5 процентов, это, можно сказать, от 100 евро 5 евро, правильно? В год. Да, то есть, значит, если мне, это в год 5 евро, значит, 4 евро или 120 тысяч, 5 процентов, это как раз 5 евро, 500 евро в месяц. То есть, мне надо на 120 тысяч евро купить, а это примерно, ну, скажем так, где-то по средней цене это где-то 80 квадратов. Окей, ну, по сути, это как бы одна большая квартира, да, или... Ну, это одна трехкомнатная хорошая квартира. Или две маленьких, да, или две маленьких. Ну, примерно, допустим, 40 квадратов. Окей, а скажите, пожалуйста, примерно в процентном соотношении рост цен на недвижимость, да, то есть, если, например, ну, человек там купил одну квартиру, подержал ее, скажем, пару лет, может ли он рассчитывать вообще на какой-то выигрыш, да, при продаже? Ну, наперед нельзя, конечно, планировать относительно того, что было в прошлом. Это неправильно делать, да, то есть, если мы возьмем, как цены сработали за последние 5 или 10 лет, то это, конечно, был сумасшедший подъем, и пока остановки его особо не видно, но еще важно, где я покупаю квартиры, потому что не все районы имеют уже потенциал роста, некоторые уже настолько поднялись, что цена уже просто, как говорят, сумасшедшая, но мы находимся в одном из самых дешевых районов Германии, где потенциал, на наш взгляд, один из самых-самых больших. Если я возьму предыдущие года, то за 10 лет практически все объекты удвоились в цене. Но мы не делаем на это ставку, мы не рассчитываем на это, потому что, ну, это неправильно, на мой взгляд. Мы рассчитываем на то, что даже если цена будет меньше инфляции подниматься, на 1% всего в год цена будет, то есть при 100 тысячах квартира будет в год на 1000, на 1100, 1200 увеличиваться. У нас сама суть, что арендаторы отплачивают кредиты наши. И вот уменьшение кредита, а цена не сильно растет. А вот то, что кредиты отплачиваются за счет арендаторов, а цена не сильно растет. Ну, я скажу, за последние 10 лет больше, чем удвоение было, удвоилось, но мы всегда расчет делаем на следующие 10 лет, ну, хорошо, если на 15% поднимется. Мы всегда исходим из худшего варианта. Я говорю, все, что будет больше, все равно ваше. Хорошо, спасибо большое, Евгений, что очень подробно осветили эту тему. Я хочу в завершение добавить, что на самом деле немногие знают о том, что в Германии действительно есть такая возможность получения вида нажительства для, скажем так, финансово-независимых лиц. Возможно, это даже не прописано четко в законодательстве, какими критериями должен соответствовать претендент. И на просторах интернета информация, ну, очень сильно действительно разнится. И, в принципе, Германию даже не приписывают к тем странам, где можно получить на этих основаниях вид на жительство. Об этом просто люди, скажем так, не проинформированы. Но здесь идет непосредственно прямая связь, потому что в законодательстве Германии прописан тот факт, что для того, чтобы подать заявку на получение вида нажительства в Германии, да, но человек, соответственно, должен быть финансово-независимым, да, то есть он должен иметь средства на собственное содержание, а еще ему необходимо доказать связь с Германией, да, для чего и почему он хотел бы туда переехать. И наличие вот такого вот инвестиционного проекта может очень хорошо подчеркнуть именно эту связь с Германией, да, то есть, во-первых, здесь идет уже такая некая наработка кредитной истории, да, например, если в будущем человек обратится в Германию за кредитом, да, даже не проживая еще на территории, он уже может подтвердить некую, скажем так, финансовую деятельность на территории Германии, да, некий пассивный доход, наличие некой собственности и тем самым он может указать в своем мотивационном письме, что я являюсь собственником недвижимости, я там занимаюсь инвестированием, да, там в недвижимость Германии, и здесь может прослеживаться такая вот цепочка именно для оснований получения вида на жительство. Поэтому именно нас очень интересует этот проект Германия, это одна из таких лидирующих стран среди Евросоюза, то есть покупать недвижимость там безопасно, качество строений тоже, я думаю, что оно достаточно надежное, поэтому, наверное, на этот вариант следует обратить пристальное внимание. А, спасибо, Аня. Да, тогда еще раз напомню, что если у вас возникли вопросы, да, по этому видео, вы можете оставлять заявки на сайте, который будет указан на этом экране, также пишите ваши комментарии к этому видео, но мы с вами прощаемся, до скорых встреч. Спасибо большое за приглашение. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok